В Актубе идет массовое обновление контейнерных площадок. В течение месяца на более чем 40 таких площадок поменяют каменные ограждения на металлические. Мы до этого времени изучили ситуацию по подводке газа. Поэтому пригласили сюда представителя газовой службы. В субботу Акимат города Актубе провел встречу с жильцами дома микрорайона Батыс. В ходе встречи была решена проблема провода газа в квартиры. Целью мероприятия является повышение транспортной дисциплины среди владителей и снижение количества дорожных транспортных происшествий. А также профилактика нарушения правил дорожного движения. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» в Актубе продолжается. За 4 дня полицейские вывели около 500 нарушений ПДД общественным транспортом. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Завтра октябрьцы смогут отдохнуть от дождя, а будет переменная облачность. А вот 16-17 числа снова вернется дождь и возможен туман. Конец недели огорчит похолоданием и ночными заморозками. Средняя дневная температура на неделе плюс 13, плюс 14 градусов Цельсия. Средняя ночная – 0, минус 2 градусов Цельсия. Средняя дневная температура на неделе плюс 14 градусов Цельсия. Ночью – 0,5, местами – 8 мороза. Днем – 8,13, местами – 5 тепла. Жители Актубе смогли заметить, что сразу в нескольких районах города мусорные площадки остались без кирпичных ограждений. Как прокомментировали в отделе ЖКХ, сейчас идет массовое обновление контейнерных площадок. В течение месяца на более чем 40 таких площадок поменяют каменные ограждения на металлические. Ну, во-первых, пристина в том, что они построены у нас были лет 7-8 назад. Многие пришли негодно, здесь половина нету кирпичной кладки, также были разрушены. Поэтому в этом году выделены средства на 41 площадок. По поводу этого начинания у многих горожан может возникнуть вполне закономерный вопрос. Может быть, до начала такой модернизации стоило бы навести порядок на территории этих самых площадок, наладить своевременную уборку мусора и опустошение переполненных контейнеров? Мусорная проблема в Ак-Тубе стоит остро уже не один месяц, а профильная организация, ответственная за этот участок, занялась не ее решением, а чем-то другим, к тому же требующим дополнительного финансирования. В субботу Акимат города Ак-Тубе инициировал встречу с жильцами дома микрорайона Батыс, которые выражали обеспокоенность по поводу отсутствия газа в своих квартирах. Мы до этого времени изучили ситуацию по подводке газа. Поэтому пригласили сюда представителя газовой службы, на что он только что вам дал обещание, что до среды следующей недели они подключат сюда газ. Вопрос основной по газу. По газу мы изучили, запросили комментарии у представителей данной службы, на что они дали свои пояснения, что в случае заключения авторского надзора положительного, газ они подключат. Как объяснил представитель газовой службы, у застройщика ЖСК «Жилище» отсутствовал документ авторского надзора, из-за чего АО «Кастрансгаз Аймак» приостановил процедуру оформления документов для предоставления своих услуг. Местный исполнительный орган взял на контроль ход выполнения работ по обеспечению дома газом. Жильцы улицы Наумова жалуются на грязь, оставленную после замены труб водопроводом. После дождей по улице стало невозможно передвигаться. Песок, лужи и неогороженные ямы появились почти у каждого дома. По улице Наумова каждый день дети идут в школу. Из-за ремонта труб привычная тропа для школьников превратилась в полосу препятствий. Грязь и лужи, открытые строительные площадки, ямы и даже повалившиеся дорожные знаки. Все это может привести к травмам и несчастным случаям. Сегодня дождь прошел, детей вели в школу, дети по уши в грязи. Вообще невозможно нигде пройти. Везде раскопали, везде поставляли вот эти вот ямы. На асфальте вообще асфальта не видно. Везде грязь, везде лужи. Это невозможно ходить в школу вообще. Не только дорога в школу усложнена, но и просто выйти со двора является большой трудностью. Ямы около въезда во двор не дают машинам возможности припарковать. Ну я не знаю даже как еще кому обратиться. Я позвонила в Акимат, там тоже дежурный диспетчер сказал, что даже не хотела принимать заявку, но я настояла на том, что примите пожалуйста. Почему? Раскопали. Я понимаю так, мы старых закалок. Раскопали, закопайте вы эту яму, переходите на другой участок. Но не рыть километрами и бросать это все, я не знаю, как это можно, куда можно достучаться. Жители улицы пытались своими силами справиться с проблемой. Закапывали ямы и убирали около дворов. Но справиться сами не смогли. Люди боятся, что кто-то может пострадать, так как ямы никак, кроме ленточки, не ограждены. Мы сейчас, в данный момент, три дня дошел, поэтому работу перестановили. Но факт, что мы, в данный момент, работу полностью не остановили, просто сейчас земельные работы остановили. Сейчас, в данный момент, внутри колодца работа ведется. Завтра продолжаем работу и вот эти два перекрестка, завтра вдоль, вокруг колодца закопаем. И оставшийся грунт, вывоз грунта будет. В течение двух дней. В течение двух дней будет. Работы на данной улице ведутся около двух недель. В ближайшее время все работы будут закончены. Улица вновь приобретет первоначальный ухоженный вид и все неудобства будут устранены. Так, по крайней мере, утверждают подрядчики. Варвара Дудник, Алексей Уразов, программа «Факт». Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» в ОКТБ продолжается. Полицейские проверяют общественный транспорт на соблюдение ПДД. Первая фаза ОПМ прошла с 1 по 4 октября. В ходе мероприятия сотрудниками полиции проверяются автобусы с пассажирами. Целью мероприятия является повышение транспортной дисциплины среди заводителей и снижение количества дорожных транспортных происшествий, а также профилактика нарушения правил дорожного движения. За 4 дня проводимого оперативно-профилактического мероприятия выявлено 495 административных правонарушений в сфере пассажирских перевозок. В том числе 4 факта нелегальной перевозки пассажиров. Кроме того, выявлено более 80 нарушений, связанных с использованием сотовых телефонов при управлении транспортным средством. Более 60 фактов нарушения правил маневрирования, а также 23 факта нарушения правил режима труда и отдыха. При проверке в основном выявляются нарушения, не отвечающие требованиям технического регламента, стандартов, а также наличие неисправности, при которых запрещается эксплуатация автобуса. Кроме того, выявлены нарушения правил перевозок пассажиров и биобагажа автобусов, нарушения режима труда и отдыха водителей при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров. За допущенные нарушения автобусы нередко выдворяются на штрафстоянку. За четыре дня проведения ОПМ полицейские области выявили более 500 нарушений, допущенных водителями автобусов. В областном Акимате прошло внеочередное заседание Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в Октябрьской области. На заседании было рассмотрено несколько вопросов касательно дисциплинарных дел в отношении госслужащих. В ходе заседания было рассмотрено дисциплинарное дело, возбужденное в отношении его руководителя Мугалжарского районного отдела образования Ерика Бухарбаева за нарушение требований Этического кодекса государственных служащих РК, выразившихся в оказании содействия составу комиссии Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК в целях положительной оценки проведения единого национального тестирования по Мугалжарскому району. Также было рассмотрено дисциплинарное дело, возбужденное в отношении руководителя Тимирского районного отдела экономики и финансов Игибая Ажмуратова за нарушение требований Этического кодекса госслужащих РК. Он нарушил процедуры наложения дисциплинарного взыскания на государственного служащего. Наряду с этим планируется рассмотреть дисциплинарное дело, возбужденное в отношении ИО руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Активинской области Ибраим Улын Каржаубай. Он незаконно назначил на ниже стоящую должность государственного служащего без ее согласия, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком. Далее была заслушана информация Акима Муголжарского района об итогах работы по профилактике нарушений законодательства о государственной службе, противодействию коррупции и государственных услугах. Антон Пережогин, Мерлана Манжелов, программа «Факт». Сегодня под председательством Акима области Ондасыну Розалина состоялось аппаратное совещание с участием заместителей Акима области, руководителей управления Акима в городе Актубе и районов в режиме видеоконференц-связи. Руководитель аппарата Акима области Наржоуган Калаов доложил о состоянии исполнительской дисциплины в период с 9 сентября по 9 октября текущего года. По итогам рабочих поездок Акима области исполнено 152 проручения. О ходе реализации дорожной карты по снижению риска чрезвычайных ситуаций на дорогах области в зимний период сообщил руководитель департамента ПЧС области Буржан Создыков. По его словам, на дорогах области имеется 154 снегозаносимых участка протяженностью 987 километров. В рамках дорожной карты предлагается высадить новые лесополосы и обеспечить уход за ними, чтобы они задерживали снег в зимний период. Руководитель управления сельского хозяйства Кусаина Сарсимбай доложила о результатах осенних полевых работ. Убрано 457,3 тысяч гектаров, собрано 380 тысяч тонн зерна при средней урожайности 8,3 центнера с гектара. На сегодняшний день сельхозформированиями убрано 4601 гектар овощных культур, получено 94 454 тонн продукции. С 1272 гектаров бахчевых культур собрано 24 086 тонн продукции. С 6280 гектаров удалось собрать 117 630 тонн картофеля. Онда Сыну Розалин поручила Акимам районов активизировать работу по всем направлениям. Сегодня в ходе совещания в Акимате области глава региона Онда Сыну Розалин представил новых руководителей государственных органов. На должность руководителя Департамента комитета по защите конкуренции Министерства национальной экономики по Актюбинской области назначен Сыгандык Ергалиев. 43-летний Ергалиев в 1999 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет по специальности экономист-менеджер предприятия сельскохозяйственного промышленного комплекса. В разные годы работал начальником отдела ГУ Межрегиональной инспекции Агентства по защите конкуренции Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, заместителем руководителя Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Актюбинской области. Также распоряжением Акима области на должность руководителя областного управления физической культуры и спорта назначен Евгений Гончаров. 38-летний Евгений Гончаров в 2004 году окончил Актюбинский государственный университет имени Жубанова по специальности тренер физической культуры и спорта. В 2016 году Оренбургский государственный университет по специальности государственное и муниципальное управление. С 2015 года возглавлял отдел физической культуры и спорта города Актубе. Аким области пожелал руководителям госорганов успехов в работе, выразив уверенность, что они со всей ответственностью выполнят возложенные на них обязанности. Касамжумар Такаев принял членов Национального совета общественного доверия Ерлана Саирова и Мухтара Тайжана, передает Тенгри Ньюзкий Зет. В ходе беседы с Ерланом Саировым обсуждались общественно-политические ситуации в стране, религиональное развитие. На встрече также были рассмотрены приоритеты послания президента народу Казахстана развития отдельных приграничных районов республики, ситуации с обеспечением многодетных семей, жильем и предоставлением молодежи качественного образования. На встрече с Мухтаром Тайжаном были затронуты земельный вопрос, проблемы военно-патриотического воспитания, а также трудоустройства граждан, отбывших наказание за преступление. Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения жильем и работы жителей регионов, дорожного строительства и экологические проблемы. О других событиях нашей страны и мира вы узнаете из следующего видеообзора. В Казахстане продорожает хлеб, сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Амаров, передает Тенгри Ньюз Кейзет. По его словам, сейчас цена на хлеб составляет 75-78 тенге. В зависимости от региона, я предполагаю, что произойдет незначительное повышение в районе 80-82 тенге, добавил министр. В этом году 150 тысяч тонн зерна реализовали на внутреннем рынке, чтобы не было резкого повышения цены на хлеб, сказал глава МСХ на пресс-конференции. Ранее первый вице-министр сельского хозяйства Айдар Бек Сапаров заявлял, что цены на хлеб могут подняться незначительно, но социальный хлеб останется на прежнем уровне. Арестован один из ранее задержанных высокопоставленных полицейских в Акмолинской области, сообщает Ньюз Кейзет со ссылкой на региональный суд. Бывший заместитель начальника департамента полиции области Асан Садуов был помещен в изолятор временного содержания на 10 суток. Постановлением суда в отношении Садуова санкционирован арест на два месяца. Вместе с Садуовым также была задержана другой полковник ведомства, начальник управления финансового обеспечения Сауле Жумалина. В основном суде сообщили, что в отношении нее дело в суд не поступало, о задержании полицейских начальников стало известно 4 октября. Их подозревают при своении или растрате вверенного имущества. Казахстанец, сбивший ребенка в Южной Корее, вернулся в страну, передает НГрин Юз Кейзет со ссылкой на агентство ЮХНАП. Сообщается, что виновник аварии вернулся на Южную Корею добровольно и извинился за аварию. Ранее сообщалось, что 20-летний трудовой мигрант из Казахстана сбил ребенка в Южной Корее и скрылся с места происшествия. Позже выяснилось, что мужчина сбежал из страны. 7-летний мальчик попал в реанимацию. Он получил 18 переломов и травму головы. Виновника аварии нашли дома в Павлодаре. После произошедшего Южная Корея решила ужесточить правила выезда из страны нелегальных иностранцев. Теперь они обязаны сообщать о намерении покинуть страну за 3-15 рабочих дней. Национальный центр общественного здравоохранения рекомендует казахстанцам отказаться от вейпинга в связи с эпидемией в США, передает Казинформ. В США зарегистрирован пятый случай смерти человека, курившего электронные сигареты. Минздрав США призвал людей отказаться от электронных испарителей из-за загадочной болезни, связанной с их использованием. Всего на сегодня зафиксировано более 500 госпитализаций с проблемами дыхательной системы в связи с вейпингом. Наиболее распространенными симптомами стали кашель, боль в груди, нехватка кислорода, лихорадка, головная боль, потеря сознания, диарея, анорексия, потеря веса. Бронхоскопия позволила установить, что заболевание не инфекционное. Изначально электронные сигареты и вейпы преподносились как способ бросить курить или хотя бы уменьшить вред от пагубной привычки для лиц старше 18 лет. Однако в последние годы они стали крайне популярны у школьников и молодежи. За полгода наблюдения за юными вейперами ученые выяснили, что 25 из них стали регулярно курить сигареты, еще 21% покуривать время от времени. Для сравнения, доля пристрастившихся к сигаретам школьников среди тех, которые не увлекались вейпингом, составила всего 2%, говорится в сообщении. В итальянском Кастельфидардо завершился традиционный 43-й международный конкурс баянистов и аккордеонистов, сообщает Казинформ. Он собрал сотни лучших музыкантов мира. Главная награда, первая премия в номинации классика юниор присуждена казахстанцу Аблайхану Абаюлы, студенту Казалардинского музыкального колледжа имени Казангапа. Сейчас молодой баянист готовится к другому престижному конкурсу, который пройдет во Франции. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Активенцы дружно озеленяет город. В минувшую субботу состоялась массовая посадка деревьев в нескольких районах города. Сегодня в Активенце стартовал курс обучения предпринимателей. Более 40 активенских бизнесменов имеют возможность бесплатно обучаться и претендовать на зарубежную практику. Сегодня в воинской части 66-55 Национальной гвардии прошло участвование мастеров боевой службы. 14 военнослужащих получили благодарственные письма и ценные подарки. Добро пожаловать на сайт ЕНПФ. Здесь вы можете в любой день недели отслеживать свои пенсионные отчисления, заключить пенсионный договор под оборвольным взносом, внести изменения в собственные реквизиты и выбрать удобный способ информирования. Пользуйтесь электронными услугами ЕНПФ. Копите на старость, копите на радость. ЕНПФ. Біздің зенитақымыз неден тұрлаған? Ол базылық ортақ және жинақтаушы бөліктен тұрады. Базылық және ортақ зенитақыны мемлекетті рейді. Ал жинақтаушы зенитақы жалақыныстың 10%-ынан құрды. Бұл қаражат жиналып нолаят сөт. Ерікті зенитақы жарналар болашақ зенитақынызға едәуір косымшақ қаражат болады. Қарияшап кәжінаңыз, дәрі әбак кәжінаңыз. А елзатның сұлылығығы әсіресі сән бір біртонкі енді байқылар. Этауң меха сән жарасқан өль біртонда жармінгесі. Барлық күндістендарға жүзмін тенге жинілік. Локомотив кинотеатры. Несе жіне пайсыз бөліп түліп. Красота жіншіны. Особенно заметны шикарны шубе. Ярмарка роскошных шуб. Этауң меха. Скидка на все норковые шубы. 100 тысяч тенге. Кинотеатр-локомотив. Кредит и разрочка без процентов. Ақтыс таматологиясы. Локомотив кинотеатрына қарама қарсы. Ақтыс күлкімізді қайтарамыз. Коңыраушалыңыз 96-91-27. Зенесад Мерам қанасынан кереме тосын сайы. Енді біз тек қана шығыс тағамдарын қана емес. Өзіміз әзірлеген оң тағамдарын да ұсын оламыз. Жұр жұмсақ пирог. Бөлкелер бәмді тоқаш пен бәліштер. Сонмен ғатар сіздерді той, банкет, садақа және ұжымдық кештерді. Мәңгілік жаз атмосферасында жанды өген кезгілген талғамдағы аспен көткізуге шақырамыз. Сіздерді Зенесад Мерам қанасында күтеміз. Күргі сега локомотив кинотеатры және ретропарк арқылы. Сіз бұлай әлі әдемалға немес сіз. Зенесад Мерам қанаса армандар орындалатын нағызы жымақ бақшаса. Мөлдір бұлақ, экзотикалы өсімдіктермен жанды өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет асы едемін датыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақты, банкет, той, ұжымдық кеш, үскерлік кезесулермен мерекеліп кештеру өткізіңіз. Зенесад Мерам қанаса күрі өсеге ретропарік жағында. Радионы онлайн тұңда. Сүйікті радиостан сәңді тұңда. Өз телефоныңнан қалаған ерде. Ақтюбе радио онлайн тұңданыз. 3W Ақтюбе радио кезет сайтында. Ақтюбенцы дружно озеленяет город. В минувшую субботу состоялась массовая посадка деревьев в нескольких районах города. Младые саженцы украсили парк первого президента, трассу. Ақтюбе Орск в районе Алматы, аллею Челкар. В общей сложности было высажено 3000 деревьев различных лиственных пород и кустарников. В массовой акции приняли участие сотрудники госучреждений, активные молодежь и неравнодушные к экологии жители города. Сегодня в Ақтюбе стартовал курс обучения предпринимателей. Более 40 актюбенских бизнесменов имеют возможность бесплатно обучиться и претендовать на зарубежную практику. Для предпринимателей были организованы различные семинары и тренинги. 12 бизнес-тренеров обучат участников более эффективно управлять своим бизнесом и пользоваться новыми инструментами, такими как цифровой бизнес и социальные сети. В этом проекте могут принять участие все предприниматели малого и среднего бизнеса. Проект стартует в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». Предприниматели, которые работающие в приоритетных секторах экономики, все могут принять участие. Первый этап программы проходит на местном уровне, то есть у нас в региональной палате предпринимателей. Он будет длиться три недели. В первые полторы недели предприниматели будут проходить очное обучение, остальные дни их ожидают онлайн-семинары. По завершению семинаров участники получат сертификат об успешном окончании курсов и в последующем смогут принять участие в конкурсном отборе второго этапа, который включает в себя стажировку в Германии. Моя цель участия в этой программе – это для того, чтобы в первую очередь развивать, не просто развивать, у нас уже есть хорошие деловые партнерские связи с Германией, а это непосредственно производители наших оборудований. И мы хотим более тесно наладить партнерские связи с немецкими профессионалами, а не просто акционерами, но и профессионалами, для того, чтобы перенять их опыт не только по строительству, но и еще по сопровождению таких проектов. На заграничную стажировку будут отбирать самых активных и успешных – тех, кто сможет предложить рабочий бизнес-план. Так в течение месяца участники побывают на иностранных предприятиях аналогичного профиля и смогут установить деловые связи с иностранными партнерами. Варвара Дудник, Мирлана Манжолов, программа «Факт». Сегодня в воинской части 66-55 Национальной гвардии прошло чествование мастеров боевой службы. Военных награждали за качественное выполнение задач по организации боевой службы. 14 военнослужащих получили благодарственные письма и ценные подарки. Сегодня мы чествуем военнослужащих, добившихся звания лучшего, лучших начальников караула, то есть военнослужащих, связанных с боевой службой, выполняющих задачи боевой службы. И по итогам полугодия, кварталов мы проводим чествование. Сегодня у нас чествование в масштабах части. У нас бывает ежемесячное чествование, то есть непосредственно в подразделениях, в которых они выполняют задачи, а также в масштабах кварталов. О спорте. Определены даты и время проведения матчей заключительных туров казахстанской премьер-лиги, сообщается на официальном сайте ПФЛК. Принято решение о переносе матчей 32-го тура чемпионата со 2 ноября на 3-е. Все матчи 32-го и 33-го туров чемпионата Казахстана начнутся в 14 часов по октябренскому времени, говорится в сообщении. Напомним, в чемпионате лидирует Кайрат, который в 29 играх набрал 62 очка. На второй строчке располагается Табол, 59 баллов в 28 матчах, а на третьей Астана, 57 в 28. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...